приветствую вас дорогие друзья сегодня у меня праздник хотя я давно уже не праздную свои дни рождения но все же исполняется исполнилось 72 года пошел 73 год хорошо помню как всегда меня да ну для начала я надеюсь что вы поблагодарили творца за новый день вашей жизни а если не успели это сделать сделайте иначе вам не зачем слушать то что я сегодня расскажу да так вот каждый мой новый день рождения я это хорошо помню начинался со звонка моей мамы рано утром она меня будила и рассказывала как я появился на свет вот как это было как трогательно все происходило как плакал мой отец хотя он на войне видел столько смертей и никогда не проливал ни одной слезы ну вот для него это было конечно чудо потому что уже почти 40 лет было я первый и единственный был его сын да потому что ему это было нужно и я очень сожалею что я не успел отдать ему дань уважения нашел это как человек устроен первую половину жизни человек живет животными инстинктами и я не верю что их можно преодолеть какими-то лекциями или чем-то еще вряд ли будут следовать тому что я говорю совсем молодые люди ну это когда у человека одни только животные желания да хочется побольше вкусного съесть вот побольше красивых женщин обнять побольше получить разного рода удовольствие да и потом приходит время когда ты начинаешь думать о том что ты не один в этом мире что есть нечто у каждого наверное это происходит по-разному но вот мои начало 73 лет я сегодня праздную субботу я нахожусь в гордой стране в израиле стране предков моего отца мордуха черновецкого украинца еврея по национальности хотя потенциальности скорее украинца но я не хочу сейчас эту тему подавать нужно для многих людей которые не знают бога это большая неразрешимая проблема как и язык на котором я говорю я полагаю и точно знаю что поскольку я родился и прожил основную жизнь советском союзе что украинец отличается от любой другой нации особенно от россии это сейчас от россиян это сейчас особенно актуально не языком а менталитетом я бывал в россии давно уже не было лет 20 и как-то когда вышла книга президента кучма которого я глубоко не уважаю считаю что ему место тюрьме в тюрьме за убийство гангадзе и многих других людей вместе с литвиным но тем не менее я прочел что украина не россия и стал оглядываться по сторонам в москве и разговаривая с разными людьми в том числе и высокопоставленными я заметил что я совсем другой и они совсем другие скорее нам ближе другие нации но сегодня разговор не об этом 73 год я хочу просто поделиться тем что прожил чуть-чуть хотя бы для того чтобы если даже один человек воспримет то что я сказал может быть с этого момента у него начнется новая жизнь моя лично новая жизнь и под как она вообще начинается но я сказал что сначала человек живет животными всякими инстинктами ну и поскольку я человек уже очень живой и родился таким и мне кажется что мое рождение назло тем кто преследовал мою маму за происхождение кулацкая она мой дед говорил не был кулаком он был предпринимателем рыбу привозил из других мест в далекое сибирское село волча бурла сейчас это районный центр где-то в россии до за то что антисемиты уничтожали моего отца и не давали ему никакого прохода он конечно из-за этого страдала я точно знаю да и вот их амбиции которые не были реализованы они оба были очень энергичными людьми что не передалось они во мне сегодня на зло последователям тех кто родился от этих негодяев кто их преследовал до от коммунистов от всякого рода антисемитов и так далее вот сегодня я праздную шаббат я нахожусь в израиле гордой стране которой этот праздник считается самым главным из всех праздников какие только бывают да это сказано в библии это важно а когда праздник чувствуешь себя как-то особенно и вот сегодня суббота и первый раз совпало мое день рождения за всю мою жизнь с таким важным праздником ну должен я сказать слова важные